Старина. Село Каширского района Воронежской области. Административный центр Старинского сельского поселения. Улицы. Улица Первая Мая, улица Красносадовая, улица Ленина, улица Пришкольная, проспект Революции. В 17 веке началось новое заселение здешних земель выходцами из Московской, Калужской, Новгородской и других областей. Эти люди уже являются прямыми предками, основавшими эти села. Что касается древних народов, когда-то населявших эти земли, то от них остались лишь одни могильные курганы. На полевых землях Старинского сельского поселения имеется 9 курганных групп, которые включают в себя 25 курганов различных исторических эпох. Некоторым из них более 5000 лет, то есть они являются ровесниками Древнего Египта, Древней Греции, когда человечество еще не знало железа и пользовалось изделиями из бронзы, серебра и золота. К курганам той бронзовой эпохи на территории поселения относятся 5 курганов слева от дороги, ведущие из села Старина, к бывшему полевому стану. И 3 кургана, расположенных на расстоянии около 1 километра от села Солонцы над улицей Карла Маркса. Эти курганы являются могильниками древних кочевых народов, скифов, которые когда-то населяли наши края. В некоторых из курганов бронзовой эпохи до наших дней сохранились бронзовые, золотые и серебряные изделия, украшения, оружие, а также керамические посуды и бусы из природных полудрагоценных камней. Село Старина, вероятнее всего, было образовано во второй половине 19 века жителями поселка Верхнемаринского, о чем свидетельствуют рассказы старожилов и фамилии жителей. До сих пор у местного населения сохранились первоначальные, неофициальные названия улиц села Солонцы. Красносадовая называлась Кобелевкой, Пудленина – поселок, проспект Революции – западная часть Грачевка, а восточная часть проспекта Революции – северная часть улицы Первая Майя, а Гузьи – что значит «зыбкое место». Красносадовая, а также Сапуновка – одна из групп секты Малакан, духовно-христиан, отвергающих священников и церковь, совершают моления в обычных домах. Эта группа поглощена в данный момент баптизмом. Первым жителем этой улицы был Агупов Федор по прозвищу Сапун. Так старину называли человека, который сопит, тяжело дышит, много спит. Работал этот человек писарем. На этой улице проживали разнообрядцы и староверы. Пришкольная, нахаловка. Люди на этой улице заселились позже, без официального разрешения. В центре улицы расположена раковая яма, в которой около ста лет назад добывали глину и обжигали кирпич. В селе Старина улица Ленина ранее условно делилась на три части – Старину, Гудовку и Оксай. В селе Старина колхоз назывался «Волна революции», в Оболенском – «Борец труда», в селе Верхняя Марина – «Красный трудовик». В 1950 году три последних салф-входа сливаются в один – имени Маленкова. А в 1957 году колхозы «Путь Ленина» и имени Маленкова объединились в колхоз «Россия», который существовал до 1997 года. Затем он был преобразован в сельхоз «Артель Восход», обанкротился в 2005 году. С 2009 года по 2012 год все улицы Старинского сельского поселения были газифицированы. Продолжение следует...